Привет, интернет! Приехал я в Париж по делам, заселился прямо возле башни. Сейчас вам покажу вид. Вот такой вот вид из окна. Башня, тренировка идет полным ходом. Нахожусь я сейчас в отеле Pullman. Не знаю, один из самых худших отелей, где я был. Здесь настолько все плохо, номер воняет, кондиционер не работает. Здесь кондиционер, он просто таким горячим воздухом валит. В комнате очень жарко, какие-то вот в стенах какие-то дыры. Не работает здесь карточка, карточкой нельзя рассчитаться. Пришлось мне идти в банкомат, снимать наличку. Вернее, карточка работает, но не работают у них пин-коды. Вводишь пин-коды, они все неправильные. Вожу пин-коды на трех карточках, показывает, что пин-код неверный. Иду в банкомат, снимаю же с этих карточек наличку. Оказывается, все-таки пин-код верный. Я думаю, я не мог забыть с три пин-кода. Вывожу деньги, расплатился наличкой. Не работает кухня здесь. Короче, такой бред. Но зато в номере есть вот телефон Android, бесплатные звонки по всему миру. Интернет проводной, кстати, очень удобно. Но у меня Apple, у меня только Wi-Fi. Вот такой вот Париж. Это, кстати, один из самых лучших отелей. За 400 баксов в сутки. Вообще не стоит этих денег. Один из самых плохих отелей, где я был. Не из самых, а, наверное, самый плохой отель, где я был. А самый лучший был в Харькове. В Харькове 100 долларов в сутки стоит. Но там все на высшем уровне. Все работает, все классно. Все новое. Здесь все какое-то старое, ничего не работает. Заселение я ждал где-то минут 40. И то один был. Меня одного 40 минут заселяли. Плюс здесь за соседней стеной сверлят. Дрель валит на всю. Не могу уснуть. Везде, куда ни приезжаю, сверлят. Слышите, да? Ну вот как работать? Как заснуть в такой ситуации, если я хочу отдохнуть? Надо успокоиться, все отлично. Все-таки раздражает меня эта дрель. Сейчас я вам покажу, как я путешествую. И знаете, как у блогерш есть такая рубрика, что у меня в сумочке. А вот что у меня в рюкзаке. Смотрите, как я все просто делаю. У меня здесь вот два пакета. Здесь кофта-футболка. Здесь трусы-носки. Все, здесь книга. Дальше стойка. Стойка под камеру, кстати, очень удобная стойка. Можно ее ставить как хочешь. Дальше мышка дешевая. Вот ваша дешевая мышка, о которой вы говорили, за 200 рублей. Дальше ноут. Ноут. И все. Вот так вот просто, народ, я путешествую. Смотрите, ремень снял, потому что... Что у меня еще здесь? Зубная паста. Щетка. Кстати, здесь даже щетку не дали. Я на всякий случай с собой вожу. А все остальное есть в отеле. Там шампунь и мыло. Книга, никак не могу ее дочитать. Зарядки. Вот и все. Вот на таком легке я путешествую, народ. Вообще не усложняя себе жизнь. Чему я это все рассказываю? Относитесь проще ко всему. Наушники. Все, больше ничего нет. Не набираю я себе кучу костюмов, кучу вещей. Вот просто налегке путешествую. Вообще не усложняя себе жизнь. И все у меня отлично. Еще у меня есть потайной карман. Я вечно о нем забываю. Я раньше вот сюда положил 2000 долларов. На случай непредвиденной ситуации. Так я с этими деньгами и катаюсь. Даже если такая ситуация случится, я об этих деньгах не вспомню. Меня спрашивали по поводу визы. Вот кто с Украины? У нас сейчас безвизовый режим. Именно по биометрическому паспорту. Видите, вот по биометрике у нас сейчас безвизовый режим. В Париж долететь получилось? Проще, чем доехать на электричке к себе домой. Ничего делать не нужно. Вы просто покупаете билет. А если вы путешествуете вот с ручной кладью, даже не нужно регистрироваться. Вы просто показываете билет с телефоном. Сейчас уже упростили регистрацию. Садитесь в самолет. Прилетаете в Париж. Показываете паспорт. Ставят штамп. И все. И вы в Париже. Ничего не нужно. Никакой визы. Все настолько просто. Никаких броней. Никаких денег. Вообще ничего не нужно. Просто покупаете билет. Берете паспорт. И летите во Францию. В Италию. В Испанию. Куда заходите, туда летите. Ничего не бойтесь. Я уже проверил. Все просто. Ничего никто на контроле не спрашивает. Берешь билет и летишь. Вот такая вот ситуация. Итак, к чему я вот это вот все веду? В каждом видео, да, я пытаюсь вам дать какую-то полезную информацию. Чему-то вас научить. Показываю, как я живу. Как я отношусь к жизни. Какой посыл этого видео? Относитесь проще ко всему, народ. Не усложняйте себе жизнь. Идите по жизни с позитивным мышлением. И вы будете меньше притягивать в свою жизнь всяких негативных ситуаций. Ну, кстати, да. Я вот притянул, да, с этим отелем. Одни негативные ситуации. И, кстати, по поводу кондиционера. Я его спрашиваю, почему он таким горячим воздухом? Я хочу холодный. Он говорит, а, сегодня зима. Сейчас зима. Мы настроили на тепло. Я говорю, а как холод сделать? Он говорит, откройте окно. Вот и все. Все просто решается. То есть, будет жарко, я открою окно. Так что, народ, не усложняйте себе жизнь. Живите как можно проще. И вы увидите, как все будет меняться. Как все у вас будет получаться. Итак, переходим к торговле. В этом видео будем работать с уровнями. Итак, сейчас будем работать с уровнем сопротивления. Перед вами очень сильный уровень. Я выставляю 5 минут. И уверенно заключаю 5 сделок на понижение. Смотрите, какой у нас здесь сильный уровень. Сейчас я вам буду все рисовать. 5 раз, то есть, 4 раза график у нас не мог пробить этот уровень. И вот у нас сейчас пятая ситуация. И я смело захожу на понижение. Сейчас я вам просто для лучшей визуализации рисую линию. Тоже вам советую вот так вот рисовать уровни, чтобы было вам легче ориентироваться. Также смотрите, какая у нас здесь картина. Вот, видите, 1, 2, 3, 4. 4 раза график не смог пробить наш уровень. И мы зашли в пятую позицию. И все идет как нам нужно. График идет вниз. Также смотрите за тенденциями. То, что я вам всегда говорил. Когда идет резкий взлет, потом отскок. Резкий взлет, потом опять идет отскок. Видите, у нас тоже были такие ситуации. Вон, раз, два, три. Три таких ситуаций было. И можно смело заходить на понижение. Здесь идет все, как нам нужно. График идет вниз. Дальше еще вам хочу сказать, что это основы. Еще раз хочу сказать, что это основы. Они работают везде. Будь то Форекс, будь то криптовалютная биржа. Просто многие говорят, что вот на криптовалютах совершенно все по-другому. Нет, все так же. Везде работают уровни поддержки и сопротивления. Итак, все сделки у нас закрываются в плюс. Переходим ко второй ситуации. Здесь у нас уровень поддержки. Будем торговать от уровня поддержки. Итак, здесь я заключаю на 2 минуты на повышение. Видите, у нас есть хороший уровень. Еще раз заключаю. Но график продолжает опускаться вниз. Смотрите, теперь что делать. Когда график всегда продолжает идти вниз, ни в коем случае не заключайте на повышение. Он может падать и падать и падать. Это большая ошибка. Это грубая ошибка. Дождитесь. Вот сейчас, смотрите, у нас еще есть один уровень. Вот я его вам нарисовал. Самый нижний. Вот я сейчас буду торговать от него. Но я сейчас, видите, не вхожу в позицию. Почему я сейчас не вхожу в позицию? Потому что мне нужно дождаться роста. Мне нужно дождаться того момента, чтобы понять, да, что график не пойдет ниже. А он пойдет уже выше. То есть я пока не вхожу в сделку. Сейчас как раз график ведет себя нужным образом, да. А он то вверх, то вниз, да, пока не знает, куда пойти. Это хороший признак. Признак того, что все-таки произойдет разворот, да. Что график не пробьет наш уровень поддержки. Здесь, видите, вот заключил на 2 минуты. Верхняя сделка у меня не зайдет. А здесь я жду хорошей позиции для входа, чтобы перекрыть вот эти две сделки. Дожидаюсь позиции. Вот позиция, и я заключаю на 20 тысяч уже на повышение. То есть не рискую. 20 тысяч заключаю на повышение. Видите, да. Уровень у нас держится. Видите, два раза график не смог пробить этот уровень. И сейчас я захожу опять на повышение. Вот это вот очень важно. Видите, я дождался, посмотрел ситуацию. Я не фигачил вот тупо на повышение, когда он падал. Так, здесь у нас. Что у нас произойдет здесь? Я надеюсь, что эта у меня сделка закроется в плюс. И что вы думаете, как она закроется? Закроет меня или нет? Нет, меня не закроет. Эта сделка закроется в плюс. Ситуацию я дождался, и сейчас график уже уверенно, да, продолжает идти на повышение, да. Так, здесь я ускоряю видео. Кстати, записываю видео с Mac'а. Уже первый раз я записываю видео на Mac'е. И рендерю на Mac'е. Кстати, очень хорошее качество. Все очень быстро. Итак, подходим наша сделка к концу. Все шикарно, все отлично. Получилось заработать ровно 57 тысяч рублей. Вот мои сделки. Смотрите все, проверяйте. Напоминаю, часовой поиск плюс два. Кто там что-то не верит, проверяйте все сделки у себя на графике. Вот остальные вам сделки. Смотрите. Спасибо всем, народ, за просмотр. Подпишитесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Также подпишитесь на мой инстаграм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok